В эфире же недельная программа Тюменская арена в студии Ван Лобов. Здравствуйте! Сегодня мы, как и всегда, расскажем о самых запоминающихся событиях прошедшей недели и главных победах наших спортсменов в эти 7 дней. Сегодня в программе. Из крайности в крайность. Хоккеисты Рубина в преддверии плей-офф истощены эмоционально, но сыты очковым багажом. Хорошо это или плохо, судить сложно. Матчу против аутсайдеров лиги конкретики в этот вопрос не внесли. Испортить педикюр им не страшно. Гораздо хуже, когда ноги соперниц оказываются более ловкими. Но девушки из-за всем колледжа, которые обожают мини-футбол, таких поблажек себе не позволяют. Народная команда оправдывает свое название. Московский Спартак открыл в Тюмени филиал собственной академии. Победы бывают разными. Одинакова лишь их ценность. Хоккеисты Рубины не потеряли очков в двух домашних матчах чемпионата ВХЛ против очевидных аутсайдеров лиги. Ижевская пермского молота. Однако сценарии игр вышли диаметрально противоположными. Тому, как тюменцы не искали легких путей, посвящен первый сюжет сегодняшней программы. Поединок против команды из Удмуртии хозяева провели на классе. В составе даже появились два игрока доселе в сезоне, но тюменский лед еще не ступавшие. Особенно порадовало болельщиков возвращение форварда Алексея Лешкова. Воспитанник клуба уходил в армию, но отдав долг родине, решил вернуться. Тренировался с командой больше месяца и вот впервые попал в заявку. Он мог забросить уже в стартовом периоде. Реализуй выход один на один. Я увидел на трибуне плакаты сделали с девятым номером. Сначала заволновался, если честно. А потом уже первые две смены прошло и уже более-менее нормально стало. Хочу сказать большое спасибо руководству, что приняли меня в команду, дали мне шанс. Все зависит от меня. Единственной в первом отрезке стала шайба Алексея Князева после шикарного паса Ильи Карлина. В начале второго периода преимущество Рубину упрочил Денис Ячменев. А передачу ему отдал другой дебютант Владимир Королев. Он впервые предстал в форме Рубина перед тюменскими болельщиками. Дебюта пришлось ждать чуть больше, чем хотелось. Да, конечно. Я ждал еще первую домашнюю серию. Так получилось, что неправильно сыграл серая аркета, дали скватификацию. И сегодня играю наконец-то. Тяжело, потому что не было игрового ритма. Пока выпадаю маленько по игре. А так, ну ничего, сейчас катимся нормально. Третью шайбу тюменца забросили на 25-й минуте. В большинстве Александр Комаристый выдал передачу Вадиму Кравченко на пустой угол. Иж стали руки не опустила и даже огрызнулась голом Евгения Борисова. Но было видно, что класса гостям не хватает. В заключительном периоде ошибся перегруженной работой голкипер Савелий Кононов. И Денис Давыдов выложил на пятачок подарок для Карлина. Победа Рубина 4-1. Мы сегодня работали. Работали. Работали на результат. Стиснув зубы, потому что не хватало нам сегодня свежести. Это было видно. Не хватало эмоций. Такие глаза потухшие были. Но в этом и проявляется, наверное, класс команды. На пресловутом классе сибиряки попытались провести и следующий поединок. Но чуть не подложили сами себе свинью. Рубин едва не повторил собственных ошибок, совершенных в первом круге. Тогда сибиряки прервали 16-матчевую победную серию в Перми. Вот и на сей раз один из главных аутсайдеров лиги был в шаге от сенсации. И это с учетом того, что в стартовом отрезке хозяева прошлись катком по молоту при камье. Алексей Князев открыл счет в самом дебюте, реализовав импровизированный булит. А в середине 20-ти минутки тюменцы настолько подавили соперника, что после броска Владимира Короткого пермики сами завели шайбу в свои ворота. Сибиряки могли снять все вопросы о победителе, когда форвард гостей Илья Серегин получил удаление до конца матча и оставил своих партнеров в меньшинстве на 5 минут. Однако шикарной возможностью подопечные Михаила Звягина не воспользовались. Второй период прошел в тягучей борьбе. Молот выровнял положение дел на площадке и стало очевидно – у гостей есть шансы вернуться в игру. Наверное, это заслуга соперника, еще в первую очередь, наверное, разобили два гола, успокоились немного, стали чуть-чуть рациональнее играть, не так бегать, неактивно. И мы скорее почувствовали игру, начали немножко комбинировать, появились моменты. Ну да, в целом равная игра стала, но счет 0-2. Отыграться мишки сумели после второго перерыва. Причем сделали это моментально. В течение 36 секунд Александр Гамаляка и Сергей Абрамов повергли в шок трибуны Дворца спорта. Лишь в серии буллитов тюменцев в очередной раз выручил Денис Ячменев. Егор Назаров отразил 5 из 6 попыток гостей, а 28-й номер хозяев дважды переиграл вратаря «Пермяков». Победа «Рубина» 3-2. Да нет, конечно, заранее никогда не знаешь. Смотрю, в основном, как вратарь ведет себя в ситуации и там уже принимаю решение. Неплохо начали. Первый период можно занести в актив, очень хорошо двигались, все было. Второй период, уже проседать начали. Ну, а третий период не хочу переходить на личности, но ладно, это наши внутренние дела, разберемся. В общем-то, игра опять показала, на кого мы можем рассчитывать в дальнейшем в плавуфты, а на кого только в столовой. Теперь тюменцы отправляются в заключительный выезд регулярной части сезона. Но оптимальным их состав не будет. Защитник Константин Фаст значится в списке травмированных. Не в полной мере участвуют в тренировочном процессе голкипер Игорь Тяло. Впрочем, это не является достаточной причиной для тренерского штаба не ставить перед своими подопечными самых высоких целей. Мы все-таки ставим задачу все равно побеждать в каждом матче, выходить в оптимальных составах и оттачивать игру перед плавуф. Все равно есть моменты, которые нужно дорабатывать, дорабатывать и еще раз дорабатывать. В нижней части турнира таблицы тоже плотная борьба. На кого бы не хотелось попасть? Сложно сказать. Наверное, любой соперник будет тяжелым. Любой. Безусловно, лада в верхней части таблицы идет, но и остальные соперники борются за попадание в плавуф. Я думаю, с ними будут тоже очень напряженные игры. Ближайшую встречу подшефные Звягина проведут в понедельник в Тольятти с местной ладой. Самый эпатажный голкипер в современную историю тюменского хоккея снова посетил областной центр. Речь идет, конечно же, о Денисе Францкевиче. Ныне он является тренером вратарей в команде молодежной лиги «Спутник» из Альметьевска. Однако нашел время, чтобы дать эксклюзивное интервью нашему агентству, в котором рассказал о том, как складывается его судьба после окончания спортивной карьеры. Закончил в феврале, естественно, знаете, когда мы закончили играть. Все, поехал домой, посидели дома, с женой поговорили, обсудили плюсы, обсудили минусы все. Ну и решил закончить с хоккеем, поставить точку как бы на этом. Вот. Дальнейшие планы были такие, как бы всю жизнь играл в ворота, получается. Смысла на какой-то идти там экономиста или адвоката. Не видел. Так что вот решил как бы попробовать себя в деле в этом. В Тюмени Денис столкнулся с бывшим партнером по команде, а ныне тренером легионеров Владимиром Гусевым. Но несмотря на то, что ныне бывшие хоккеисты Рубина находятся по разную сторону баррикад, это не влияет на их общение за пределами площадки. Общаемся и не только сегодня или вчера, мы общаемся по телефону, узнаем, как дела друг друга. Я узнавал, когда я начинал только вот, что да как, ну как начать вообще, с чего. Он там немножко подкинул мне, я там позвонил, тут узнал, ну и так потихоньку. А так, ну, друзья уже как, потому что не враги. В этом сезоне голкиперы «Спутника» под шеством Францкевича занесли в свой актив в общей сложности 6 сухарей. И судя по тому, с каким рвением Денис приступил к работе, в следующем чемпионате эта цифра должна вырасти. Мы на доверии как бы вот все делаем. Я, естественно, в первые там три месяца как бы все объяснял, что да как, как мы выходим на лед, там две клюшки, шлем не снимаем, чтобы не простыть. И сейчас, ну, простые там, допустим, слова там, пойдем потянемся. Я даже могу не выходить, они сами это, ну, прекрасно могут сделать. Я даже, ну, проверять не буду. Ну, с ним у меня очень хорошее как бы отношение, то есть мы, он подсказывает мне, ну, понимаю, то есть нашли общий язык и, ну, ничего, двигаемся к своей цели, к своей задаче. Соборот, учите выходить? Ну, учить правильно только, не только. Не надо, как я выходить, и, конечно, это не для болезни, это не хочу, чтобы я так делал, был. Стаж тренерской деятельности Дениса невелик, лишь полгода. И, как знать, возможно, когда-нибудь он снова обзаведется эмблемой Рубина. Только не на игровой форме, а на костюме наставника. В Елутаровске состоялся предпоследний тур регулярного чемпионата России по мини-футболу среди девушек в конференции «Восток». Две тюменские команды метят в плей-офф, но с полярных позиций. По-разному они провели и отчетные матчи с гостями из Екатеринбурга. Лишь безумное математическое чудо может лишить Запсиб колледж возможности занять в восточном квинтете первое место. Команда, ведомая звездами мировой величины Александры Самородовой и Павлиной Бородиной горечи поражения не знает. Минувшее воскресенье ей противостоял «Файтерс» из Екатеринбурга. Тюменки играли в день рождения своего наставника Сергея Марадуды. Поэтому уже в первом тайме девушки решили сделать праздничную разницу. Дважды Запсиб колледж поймал соперниц на разыгранных, как по нотам в контровыпадах. Сначала была точна Алина Завьялова, а после в пустые ворота очередной мяч закатила Самородова. Подготовка очередная к плей-оффу и будем стараться дальше, конечно, наигрывать все то, что нужно, потому что этого, к сожалению, маловато для дальнейших игр. Выходят девчонки молодые, чтобы дать почувствовать им уверенность в игре в дальнейшем, чтобы они приобретали опыт. Конечно, хочется наградить их голом, хорошей передачей. За секунду до сирены на перерыв тюменки получили право на опаснейший штрафной. Алина Завьялова показала крутейший технический арсенал, едва не порвав сетку на дальней девятке. Там оставалась одна секунда, и тренер сначала хотел разыграть какой-то там, не знаю, стандарт. Я к нему говорю, подхожу и говорю, давайте я ударю. Просто с прямого, потому что разыграть мы не успеем. Он говорит, ну ладно, давай, Линбейди. Ну все, я подошла, ударила. Чтобы стало совсем хорошо, многоопытная Ирина Правдина забила сразу после перерыва 4-0. Но команда из Екатеринбурга не была бы собой, чтобы не оправдала свое название. Файтерс отквитала один мяч после стандарта. Но за псевколледж, будучи гораздо выше классом, сумел и за войске достать еще три гостинца. Сначала гроссмейстерскую пробоину нанесла легендарная Бородина, далее хитрик оформила Завьялова, а увесистую точку поставила Вероника Морозова. 7-1. Разгромная победа за псевколледжа. Скажу, что все моменты получились. Только пятого не стал сегодня использовать. А так, да, в принципе, все. Ну, немного стандартные положения немножко не удались. И, в принципе, по большому счету и вчера, и сегодня. Нужно будет нам на это еще акцент сделать. А так, остальные все моменты, да, удались. И удалось девчонкам молодым дать всем поиграть. После матча тюменские девушки с удовольствием поздравили именинника с днем рождения. Согласитесь, Сергею Леонидовичу громоздкая победа своих подопечных гораздо нужнее, чем галстук из того бородатого анекдота. Другая тюменская команда «Сибирячка-Атлант» напротив испытывает дефицит турнирных баллов. Перед матчем с Урфу она уступила «Файтерсу-1-5», поэтому матч со студентками виделся важнейшим в борьбе за третью строчку чемпионата. При этом у сибирячек случилось беспрецедентное, вынужденное омоложение состава прямо по ходу сезона. У нас пять девочек просто потеряли мотивацию и по ходу сезона пришлось сделать революцию в одни девочек второго, третьего, четвертого года. Поэтому немножко то, на что мы надеялись, у нас не получается, но девчонки все равно стараются безо всех сил. Первый тайм закончился нечастой для футзала нулевой ничьей. Моменты создавали оба клуба. Пульс игры бился лихорадочно, но развязка, как в хорошем детективе, была припасена на десерт. Решающая 20-ти минутка началась с печального для тюменок события. В игровом стыке повреждение получила лидер сибирячки «Атланта» Зимфира Халикова. Вскоре счет был открыт. Неразберихой в штрафной хозяек воспользовалась Залия Газимова. После неженские страсти захлестнули Ирину Денищиц и Елену Иванову. Судьи быстро погасили потасовку после стыка, но Екатеринбурженки остались в меньшинстве на две минуты за неспортивное поведение. Ну, это, видимо, страсти кипели, все на нервах были. Вышло так, что случилась маленькая потасовка, и ничего страшного случается. Бригада большинства сработала на пять с плюсом. С острого угла сравнять счет смогла к стене Старцева. Казалось, забитый гол должен был окрылить, но молодость показала свою обратную сторону. Отсутствие опыта залепило пощечину в виде привезенных голов. Урфу вновь вышла вперед, воспользовавшись ошибкой вратаря. Сибирячка имела массу моментов для того, чтобы вновь вернуть паритет, но пресловутая реализация на пару с Фортуной, как Шерочка с Машерочкой, отвернулись от молодых тюменок. Тренировки у нас идут в штатном режиме. Как бы сказать, что у нас техники не хватает, это было бы глупо. Может быть, где-то психология, может где-то давит на нас, на новеньких, на девочек, на поменьше нас. Такой уровень. Из-за этого где-то они волнуются и не получаются. Практически под опускающиеся кулисы Урфу забил еще раз. 3-1 в пользу футболисток из Екатеринбурга. Последние матчи регулярного этапа тюменские клубы проведут на следующей неделе в гостях против аутсайдера из Краснокамска. Далее квартет лучших оспорит расположение сил для раунда плей-офф против футболисток из конференции «Запад» в финале четырех. Он пройдет в конце февраля в Екатеринбурге. В Тюмени появилась футбольная школа «Спартак-юниор». В субботу в манеже «Эскалидер» состоялась первая тренировка ее воспитанников. Самый именитый клуб страны планирует охватить сетью своих филиалов всю Россию и страны СНГ. Одними из первых в масштабный проект вступили тюменцы. 22-кратный чемпион страны, 10-кратный обладатель кубка, 3-кратный полуфиналист главных европейских турниров. Все это московский «Спартак». Спортивная экспансия красно-белой философии подготовки детей начала свое распространение в декабре 2018 года. Самый титулованный клуб России запустил масштабный проект по подготовке юных футболистов под своим брендом по всей стране. К 2023 году система красно-белых планирует открыть 450 школ в России и странах СНГ и охватить более 50 тысяч юных мальчишек и девчонок. Мы говорим про, скажем так, младшее дошкольное возрасте. Это, естественно, весь тренировочный процесс построен на позитиве, на игре, максимальный контакт детей с мячом, то есть очень много интересных подвижных игр на координацию, то есть, ну и, соответственно, все с мячом, вся работа с мячом. В Тюмени основу первых маленьких «Спартаковцев» составили воспитанники школы «Юниор» 2010-2012 годов рождения. Каждый мальчишка, особенно после чемпионата мира в России, грезит футбольной карьерой. Направить, подтолкнуть их к занятиям любимым делом, зажечь их глаза игрой номер один – главная задача тренеров школы «Спартак-Юниор». Мне нравится футбол, там играют с мячиком. А в мячик играют, и футбол – самый популярный вид спорта. На нем играют все в планете, там великие игроки. А у тебя есть любимый игрок? Да. Кто? Крюшкина Роналду. Но забава или веселое времяпровождение не являются целью «Спартаковского» проекта. Тренеры и дети должны проникнуться принципами народной команды. Красно-белые, запуская масштабную сеть, ставят перед собой предельно ясную цель – создать уникальную, единую систему подготовки молодых российских футболистов, которые смогут дорасти до команды мастеров и принести пользу отечественному спорту. Поэтому тренеров ждут постоянные курсы повышения квалификации от «Спартаковских специалистов», а маленьких игроков – турниры с другими филиалами академии. Все ребятишки смотрят футбол, бредят с футболом и знают, что такое «Спартак», какая команда, и хотят прийти в команду, научиться играть и достичь уровня игроков, которые играют в «Спартаке». Конечно, это их стимулирует и уже другая мотивация. Все дети, которые будут заниматься в нашем филиале, они все будут под пристальным присмотром специалистов из академии «Спартака», которые находятся в Москве, там у нас предусмотрены турниры, предусмотрены выезды специалистов, опять же, академии сюда на места. Это обучение тренерского состава, соответственно, то есть стажировки и так далее, так далее. То есть все эти вещи. То есть постоянное обучение. Но пока что детей от 6 до 8 лет перипетии профессионального футбола касаются исключительно в плане спортивной составляющей. И это здорово. Повторить путь тюменца Павла Маслова, ставшего минувшим летом 18 лет игроком «Спартака», хотят десятки юных сибиряков. Хотя с клубной принадлежностью не всегда просто. «Спартак» взял кубок фонд «Бетскубок» в матчах «Премьер». За них играет игрок сборной России «Спартака». У нее форма красная, белая. И они очень хорошо играют. Твоя любимая команда? Нет. А какая у тебя любимая команда? «Локомотив». А тебе больше нравится играть? Нападение, защите? Нападение. Почему? Ну, потому что у меня номер этот, девятый. Папа сказал, что это нападающие. Что нужно, чтобы футболистам стать известным? Что нужно для этого? Не надо плохо себя вести и помогать родителям хорошо себя вести и не давать вреду. Тренировки школы «Спартак-юниор» проходят в манеже спорткомплекса «Лидер» в Метелево. Всю необходимую информацию о просмотрах, тренировках и условиях можно узнать в социальных сетях и по контактным данным. Засмочить кишку, пристроиться за спонсором, спрейть эмкой, зашкериться на банане. Если вы когда-нибудь услышите подобные фразы, не пытайтесь вызвать бригаду скорой помощи из психиатрической больницы. Этим людям место вовсе не вензелях, а в специализированном буткемпе, который совсем недавно появился близ регионального центра. В 2018-м Тюмень стала отечественной столицей киберспорта. Компьютерные атлеты, приезжавшие на состязания в первый город Сибири, отмечали прекрасную арену. Удивительно быстрый интернет и мощное железо. Но чтобы апнуть левел в развитии этой модной тенденции, необходимо не только грамотно проводить старты, но и растить свои таланты. Именно поэтому в деревне Кулига появилась первая в Уральском федеральном округе профессиональная тренировочная база. Здесь занимается команда Киберсейбл по дисциплине CSGO. Роль площадки, оборудованной необходимым инвентарем, выполняет частный дом площадью в 200 квадратных метров. О, привет! Проходите. Здесь начинается наша тренировочная база. Здесь небольшая кухня у ребят. Дальше мы проходим сюда. Здесь у нас ребята тренируются и проводят большую часть своего времени. Тренируются. Так, в этой комнате у нас располагаются спальные места и также стримерская. Здесь у нас Артур стримит. На профессиональной базе живут пять игроков и их тренер. Они скрупулезно соблюдают режим, руководствуясь едва ли не армейским распорядком дня. Правда, от распорядка дня спортсменов, привыкших к физическим нагрузкам, он кардинально отличается. Так как с утра нам нет нужды просыпаться, потому что европейские команды очень поздно тренируются и нам весь день просто уйдет никуда. Поэтому мы просыпаемся в три часа, умываемся, делаем какую-то там минимальную зарядку, физические упражнения, завтракаем. После трапезы киберсоболята садятся за компьютеры. Но далеко не для того, чтобы начать зарабатывать фраги, уничтожая противника. Около полутора часов они раскликиваются, привыкают к мышке. В тюрьме он говорит у вас. Кого в песках сидит? Я банан взял. Банан вышел один. Надо одному с играть и мерить, потом второму играть. Смотрит на единицы один. Они не успели. Потом мы начинаем искать себе противника примерно по уровню игры. Забиваем праки. Это примерно часа на 4, на 5 здесь. По самочувствию. Игры 4-5 мы точно отыгрываем в день. И все, садимся играть. Собственно, играем против противника. Потом после игры, если у нас какие-то есть моменты, кто стоит обсудить или что-то отработать, поотвлекаемся от игры, обсуждаем, садимся снова и будем пробовать. Там один стоит просто над ямой контролит. Три играют в меду, один в выдоме играет. Этот просто отсюда контролит. Ну, пока те подойдут. Эти двое подходят. С окном там надо поиграть, как они участие занимают. Хорошо, одни просто бьют с ног в нежку, заходят и оставляют типа здесь. И потом уже от фрагов отыгрывают. Ну, куда будет сплитовать? Потому что если он в коннекторе играет, то подбой пошли, он просто люкером остался. А если по вода пошли, он здесь сплитует. Мы больше работаем сейчас над командой, синергией. Чтобы больше общения разрабатываем в игре. Потому что без общения командная игра вообще никак не строится. Но это в первую очередь. Потому что игроки индивидуально сильно укажут свой собственный стиль. И нужно общие команды выработать. Просто кто-то любит играть медленно, на поздних таймах игре. Кто-то рано выходит. И для этого нужно больше общаться. Это первая степень наша задача сейчас стоит. Прошли те времена, когда ты можешь один выйти и сделать пять кулов. Это уже не работает. И получается на передний план выходит командная работа. А что главное в командной работе? Не умение говорить, а умение слышать. Ты умер, и у тебя есть две секунды передать важную информацию ребятам. Лучше уж не гореть, не говорить, черт меня убили. Ты должен дать установку, что у нас должен быть план Б. Поступаем тогда иначе. У них до такой степени работает. Мозг придумывает столько ходов, столько стратегических манёров, столько обманок, чтобы только выиграть. Это настолько... Это... Это оркестры. Макс, скорее всего, клайк. Будет в сотке играть. Снутри. Так, чтобы его не пикали. Просто снутри здесь будет играть. Снутри или здесь он заходит. Просто, чтобы не подставляться. Трое будет через дом играть. Сначала вы трое показываете, спотбэк. Чтобы нижнюю отогнать. Оставляете одного играть здесь. Двое возвращаются, занимают верх-низ. Просто выбиваете его. Именно вдвоём выбиваете. То, как ты чувствуешь игру, допустим, я понимаю, что я там играю против сильных ребят, я их просто щёлкаю. То есть, я их на раз-два хлопаю. Я понимаю, что, типа, ну... Да, типа, я индивидуально расту. Состав команды был сформирован из победителей тюменских киберспортивных турниров. Также в ТИМ привлекли по одному виртуальному атлету из Ижевска и Москвы. Я просто в какой-то момент понял, что если я буду продолжать учиться, я не смогу добиться настолько быстрого результата, как я хочу. Поэтому я бросил учёбу и все силы прикладываю, чтобы играть. В команде я, наверное, больше как, не скажу, духовного наставника, но больше поддерживаю общую связь между игроками, чтобы как-то они коммуницировали. Киберсоболям на протяжении двух месяцев предстоит усердно тренироваться для достижения основной цели. Попадание в топ-5 рейтинга России по версии HLTV. Это был последний сюжет на сегодня, но не забывайте и о нашем сайте asnta.ru. Там вы всегда сможете найти ещё больше свежих новостей спорта. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!